Это была отдельная ниша белорусских рок-групп. Это было здорово, на самом деле. И они имели возможность развиваться, показывать свое творчество, и они имели огромный спектр своих поклонников. Спасибо огромное. Да, брось бы я смс, только прямо сейчас, пожалуйста, потому что я автобусы отправляю, и нужно водителям сказать адрес. Да, давай. 3 мая 2012 года мы пятью автобусами с фанатами группы Ляписа-Клепискова уезжаем на концерт в город Смоленск. Либо посетить концерты в городе Минске и вообще в Белоруссии нашей любимой группе, у нас нету сейчас возможности. Отвязаны никуда не утяжи, Просветер, что стяги получат, Пойдем мы с тобою, как унаджи, Заболить огеньшики на площади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 Как записывались? Солодовик. Нет, там Денис Ковалев. Ага, у вас двое, Денис Ковалев. Хорошо, верхняя держа, смотрите, вот он пройдет и уже раздетый. Здравствуйте, закройте за собой, пожалуйста, дверь, кто-нибудь. К сожалению, можно отметить, что не все участники спектакля, те, кто создавали этот спектакль, примут в сегодняшнем показе участие, потому что почему, тоже станет ясно, значит, из самого спектакля. На ближайшем перекрестке повернение на право, затем... На ближайшем перекрестке повернение на право, затем... Я же не спеваю, но на ангельской, может, и на российской, глобально, как бы вся аудитория, ну, скажем, она могла быть такой широкой, и, навык, когда тебе тут на Беларуси забронили, ты можешь поехать, где-то там, не знаю, в Москву, в Киеве, или там, в Лошадь, в Том, и там спевать. И... Почти у всех групп есть сайты, а у запрещенных группы, тем более, потому что сайты есть. Не думаю, точнее, не знаю. Вживую эти группы сейчас, наверное, можно услышать либо за границей, либо на каких-то квартирниках и таких мини-корпоративах. Это вот такие корпоративы, не к которым привыкли все, что там какая-то фирма, богатая себя, музыкантов там платят деньги, они, наверное, поселят. А маленькие корпоративщики, когда люди между собой сбрасываются, там делают подарок как будто на день рождения, там, допустим, там играли в городе Поставы, просто ребята сделали подарок своему товарищу, привезли любую группу. Я понимаю, что подобные мини-корпоративщики есть почти у всех. Пока, наверное, это все. Со сцены белорусская музыка запрещенная, можно слышаться пока в этих вот двух местах. Когда говорить про музыку и про заборону, то есть с одного боку заборона, с другого боку есть моё собственное житё, у меня есть гитары, есть жадание нечто робить, и я просто сажу в хате и роблю это всё для себя. А подшуять, когда люди эти не подшуять, это я не готов. Субтитры создавал DimaTorzok Я не думал, как я, как никто свободный восстаг працевал и обклався криминальным кодексом, конституцией Белоруссии, указами президента, и, как говорят, звяра в свои творы, как они отвечают этим пунктам и параграфу. По-моему, это такие ланцюги, что же вдалее нема куды. Я в этой ланцюге сегодня взрываю своих рук и хочу лётись, как вольная птушка. При этом режиме творы на острые социальные и проблемные темы безумовно будут вздыматься. Когда ты чувствуешь какое-то сопротивление, тебя это может наоборот даже вдохновить в чём-то, потому что когда ты понимаешь, что кто-то чего-то опасается, а когда кто-то чего-то не хочет, ты начинаешь глубже проникать в причину этого нежелания и приходить к выводу, что поручиться так и надо. Да, да. Здравствуйте. Папа, ты назови. Спасибо. Если меня отменяются концерты, я, все словно, очень расстраиваюсь. И тем более, во имя того, что творческая составляющая страдает, ещё страдают всякие административные действия, которые мы делаем, когда организуем какого-то нибудь мероприятия. Какой из них? В стране. В стране, а в людях. Вельми, близко, 170 километров. Да, 170 километров. Автографы. Да, всё нормально. У нас всё-таки галлон идейный особый у концерта, а прочь музыки идти в рта, это публика. И часто люди просто забываются на это. А тут было всё-таки, ну, высты до людей. Потому что, ну, люди дали это критки, люди не сподевались. Пробачить презентацию, шматка не продубается. Ну, этого, ну, хорошая у нас сегодня какая-то отказность. И всё-таки за счёту приемность публикой расправляться, жартовать. Устанется в дом. Я надеюсь. Мы запрашиваем у всех у Виниу 21-го красавика на концерт у центра города Клюб. Вот. Кто набудет и то, кто автоматично станет владельником литовской, шенгенской визы. Это ландская победа сейчас. Что? Ландская поёт сразу. Проказывает свою интернациональную разборчивость и солидарность. Сколько Беларуцев сегодня приехало. Спасибо. И замечаете, это гайло. Да, друзья, это так. Я вообще держусь. Чаша нашего самолюбрования переполнила терпение всего прогрессивного человечества. И мы начали песни писать про себя. На самом деле, всё, что связано с настоящим рок-н-роллом в Беларуси, это является, по существу, неким андеграундом. То есть рок-н-ролл прогнали с главных площадок, потом эти площадки стали пропадать в стране, да, везде. Рок сразу был загнан в небольшие клубы, да, а сейчас он загоняется в квартирники. То есть мы возвращаемся в советское прошлое. Почему я превращаюсь в изгоя? Я не преступник. Я не призываю никакому насилию. То есть то, о чём я говорю, это не связано ни с каким правопролитием. Верните нам уважение, без крови и революции. Хватит с нас унижений, довольно словесных полюций. Свобода. Есть право делать то, что позволяет. Я только с вертолёта. Мы о шелепе будем сюда кататься. Нигде меня не слушайте. Да кого тут слушать? Только ты никого слушай.